У нас, во-первых, на прямой связи этот гражданин Павел Новотн, он сейчас будет нам отвечать на вопросы. Это связь прямая с городом Прага и синхронный перевод. В тот момент, когда вы выступали, Павел слушал, ему переводили, ему страшно весело. Павел, давайте так, давайте сейчас попытаемся серьезно. Да, вы, я понимаю, такая личность неоднозначная может быть, но тем не менее, по результатам вашей деятельности теперь будет обсуждаться возможность установки памятника Власову. Это у вас такая русофобия, простите, как к этому относиться и не страшно ли вам брать на себя ответственность, выступать с инициативой установки памятника человеку, чья деятельность была осуждена во время Нюрнбернского трибунала. Я не понимаю, почему вы кривляетесь. Отвечайте. Улыбаюсь, потому что вы лжете. Мы не ставим никакой памятник Власову, это бессмыслица. Мы ставим памятник солдатам русской освободительной армии, которые погибли при освобождении Праги. Я не понимаю, не пьяный, не опоренный ли человек, который сейчас об этом говорит. Власовцы ушли из Праги не 7, а 8 мая. Они пришли через день после... Советская армия пришла через день после капитуляции. Вы искажаете в России историю, а мы смеемся над этим, но мы ничего не имеем против России. Мы ничего не имеем против России, но нас не касается ваше мнение, вы лжете, и нам неинтересно, что вы говорите. Павел, скажите, пожалуйста, вы, конечно, абсолютную чушь не стете, на наш взгляд, но тем не менее мы вынуждены с вами говорить, потому что вы собираетесь установить памятник людям, которые признаны преступниками Нюрнбергским трибуналом. Как вы вообще пришли к этой идее? Ведь Чехословакия была первой страной после Австрии, которая от нацистов пострадала. Гитлер оставил от вашей страны Чехословакии огрызок из успешной страны еще до начала Второй мировой войны. После этого Гитлер нанял на работу Власова, предателя. Его власовцы еще до создания РО участвовали в подавлении Варшавского восстания. Ваших европейских коллег, они недалеко от вас, они заживо сжигали людей. Они убивали евреев, русских, поляков, немцев, кого угодно, украинцев. А вы собираетесь поставить памятник убийцам. Вы знаете, что они совершали преступление? Зачем вы кривляетесь? Вы из сумасшедшего дома сбежали или вы все-таки политик? Я надеюсь, что сейчас смотрят чехи, которые будут голосовать на этих общественных слушаниях и сделают правильный выбор. Да, пожалуйста. Вы скажите этому пьяному человеку или окуренному, что ничего о власовцах не говорили на Нюрненбергском трибунале и никогда больше не говорите о том, как расстреливали поляков. Вы расстреливали поляков в Катыни, вы договаривались с Риббендропом, вы убивали поляков в Катыни, а в Нюрненберге про РОА не говорили ничего. Это ложь. Это повторяет российское государственное телевидение. Это бессмыслица. Это смешно. Это примерно как бандера на Украине. Не каждую сошку поименно и пофамильно осудили в Нюрненбергском трибунале. Но деятельность власовцев, разумеется, осуждена Нюрненбергским трибуналом и имеет прямое отношение к преступлениям, у которых нет срока давности. Господин, мы будем вынуждены сейчас с вами каким-то образом расставаться, если вы не перестанете вот эти вот глупости совершать в прямом эфире. Просто еще раз, вы понимаете, что вы выступаете против воли народа, против страны, в которой вы живете. Ведь большинство жителей Чехии нормальные люди. Вы маргинал, который берет на себя ответственность и планирует установить этот монумент. О чем вы? Можно один вопрос, пожалуйста? Я вас прошу. Да нет, какой ему вопрос? Да нет, нет. То есть он политик избранный. Это политик. Вы зря относитесь к ней серьезно. Слушай, не буду. Это важный разговор. По его инициативе, по инициативе этого гражданина будут слушания. Ну, он такой вот, что вы его... Вы будете отвечать? Секунду. Секунду, вы будете отвечать? Вот у нас были слушания позавчера по Чехословакии, кстати. Я вам сейчас расскажу. Да, я буду отвечать, конечно, что... Говорите тогда. Вы закончили, можно уже говорить? Здесь полная поддержка большинства. Поставить памятник власовцам. Они были преступники. Но доказано, что 8 мая они погибали при освобождении Прадии. А вы убивали поляков. Конев пришел в Праду через день после подписания капитуляции. А в Чешской республике ваше мнение никого не интересует, потому что он искаженный. Нам власовцы принесли мир, и у нас есть право на наше мнение. Поляков убивали власовцы при подавлении Варшавского восстания. Вы не хотите этого даже признать. В общем, слушать, конечно, у вас больше нет никаких сил. Все с вами давно, понятно. Я надеюсь, жители Праги, это прекрасные люди, увидят это включение, и, надеюсь, им переведут, покажут, и они сделают действительно, еще раз повторюсь, правильный выбор на общественных службах. Потому что вы глупец и подлец, естественно. Для наших телезрителей, Леонид Иванович, секундочку, важное уточнение, чтобы не казалось, что мы действительно включаем преступников. Нет, дело в том, что этот человек официальный представитель власти. Да, разумеется, у него не большинство, но по инициативе этого человека действительно начались разговоры, и будет обсуждение, уже официальное, с мыслью установить монумент. То есть это серьезно. Вы сделали вывод на всех чехах? Ну, это действительно, иногда это глупец и подлец. Мы знаем, что это серьезная вещь. Спасибо огромное, до свидания. Прощайте. Когда смотришь на его фотографию вот там, кажется, что это глупец и подлец. Но иногда это провокатор чистой воды. Вот в данной ситуации это провокатор чистой воды, которая прикрывается вот такими замашками своими фриками. Вот мы позавчера слушали, слушай, они проводили тоже в Самаре, в областной думе. Как вы думаете, о чем? О другой провокации. Вот он, по сути, призывает и говорит о гражданской войне, якобы во Второй мировой войне. Белочехи, которые настаивают на строительстве себе памятников здесь, в России, официально нам прислали письма. Вот эти белочехи тоже были такими же провокаторами. Они тоже являлись детонатором, который разожгли в нашей стране в 18-м году войну гражданскую. Сначала они взяли Колчака, арестовали, отдали его красным эсерам. Просто многие об этом не помнят. По белых чехам спорят народ. А потом начали войну. Но по власовцам спора никакого нет. Они преступники нацистские. Я говорю о чехах. Я говорю о чехах, которые развязали одну гражданскую войну. Давайте поговорим. А теперь вот такие фрики пытаются якобы показать, что у нас была еще одна гражданская война во время Второй мировой войны. Мы сейчас вспомним, что чехи наше золото украли. Так что все нормально. А во-вторых, наши политики должны понять, что отношение к памятникам в нашей стране и в Европе, оно одинаково должно быть. Потому что памятник от слова память. И если мы будем своей стране разрешать устанавливать памятники белочехам, Маннергеймам, то вот так же будут относиться к нам. Это памятник нацистским преступникам. А вы этого фрика показываете и думаете, что это чех. Это не чех. Это вот потомок белочехов некоторых, которые умудрились у нас разворошить страну в 2018 году. А теперь ворошат собственную страну. Самое главное, что тот евродепутат, который его поддержал, внук основателя Компартии Чехословакии. Позвольте. Плассов предатель, да, и то, что его повесили, как и его главных пособников, это справедливо. Хотя бы потому, что если бы страна победила, они бы сами вешали. Давайте все-таки поговорим о Чехах, господин товарищ Калашников. О тех Чехах, которые сто лет назад полками и батальонами с развернутыми знаменами подполковой оркестры переходили на нашу сторону, чтобы вместе с нами воевать против германов. Их приветствую. Да, тогда они нашему-то любили. Или о 15-м году, когда из-за Львова, отступая вместе с Русской армией, уходило 200 тысяч тех сад западных украинцев, которые нас так и не любят сейчас. Тогда они были за нас. Или о эстонских или латышских рабочих, которые воевали вместе с нами отчаянно. Мы сейчас не обсуждаем Чехов. Почему они... Мы обсуждаем возможность установки нацистскому преступнику и его приспешникам памятника в Праге. Я отвечаю на этот вопрос, и это важно. Не все чехи ответственны за это. Мы обсуждаем тему памятника нацистским преступникам. Я отвечаю на ваш вопрос, позвольте закончить. Почему так поменялось? Они перестали любить Россию и русских? Нет, они к нам прекрасно относятся. Они познакомились с советской властью, с большевиками, которые угостили их кокривизацией, репрессиями, раскулачиванием, войной с церковью. Они узнали блюда этой власти, чьи борются, протестуют не против русских и россиян, а против советской власти. И если бы мы с себя взяли смелость тащить сами эту сталинскую шинель, которая приварилась к нам в памятнике Куниева, то есть Никулин подтверждает произнесенное в этой студии, что попытка установить памятник нацистскому преступнику – это месть России. Вот и все. Вот и все. Это месть советской власти, пока вы с себя собрали. Советской власти больше нет. Ее больше нет. Это будет месть нам. Но это не месть России. Я напомню, какая русофобия. Власовцы предателем, а 300 власов, которые погибли там, это русские люди. Русофобия здесь быть априори не может. А антисоветщина может быть. Они преступники. И мы, слава богу, не представители. Они преступники. Преступники. Мы сейчас договорились за того, что есть возможность оправдания установки памятника Властова. Мы признаем ошибки прошлого. Какие ошибки прошлого? И признаем ошибки советской власти. Эти булавочные кралы к нам не будут иметь ничего овечего. Чехию кто освободил? Мы должны признать ошибки. Вы о чем сейчас говорите? Это была ошибка? А какие ошибки тогда? Да, и если бы мы ушли... Советская армия освободила Чехию, и надо признать ошибки. Вы не здоровый человек. Давайте послушаем Путина и хватит орать. Вам нужна любовь в Чехов? Слухи.